Мы сейчас находимся на органическом чайном поле, которая принадлежит институту исследовательскому, который исследует Восточный Гималайя. И здесь наши друзья, интернациональная команда, делают проект по исследованию биоразнообразия насекомых на чайных кустах. Есть еще множество других проектов у этого института, но сегодня конкретно мы поговорим об этом. Единственный и незаменимый ресурс на планете – это биоразнообразие. Все живое, существующее вместе с нами, сосуществующее с нами. Залог нашего здоровья и успешного существования человека на планете – это именно биоразнообразие. Органический чайный сад невозможен без нетронутой природы, нетронутого леса в полукилометре отсюда на горе Цангшан. Все живые существа, которые сосуществуют с чаем, который на самом деле является местным видом здесь в Азии, чай возник в регионе восточной части Гималаев и северной части Юго-Восточной Азии. То есть это местный вид, который сосуществует со всей остальной биотой в лесу, в органическом чайном саду, где-либо. Те виды, которые живут на чае, мох покрывают, и орхидеи покрывают чайный ствол. Определенные виды симбионтов чая привлекают определенный набор видов насекомых, птиц. Это все создает то, что в чайном деле называется теруар. И, конечно же, это влияет на вкус чая. И все любители чая знают теперь уже вкус чая с больших деревьев. В исследовательском институте восточных Гималаев мы делаем часть проекта по чайной фауне. И здесь будут храниться экземпляры, естественно, научные коллекции насекомых, собранных с чайных деревьев из Юнани, Фудзиани и Северного Таиланда. Ну, а теперь пойдемте в лабораторию к студентам. Мы находимся сейчас в лаборатории, где студенты заняты разбором собственного материала, который мы собрали из трех наших участков с севера Таиланда, здесь, недалеко от университета Дали, и из Юйшани. Ребята разбирают материалы, монтируют коллекцию, распечатывают этикетки. Здесь, в лаборатории, идут исследования не только о чайных насекомых, но также и по биоразнообразию по всему региону провинции Юнань. Для нас, как для любителей чая, особенно интересны эти исследования, потому что эти люди исследуют насекомых. И насекомые есть только на тех плантациях, которые не поливают пестицидами. И также при помощи количества насекомых можно понять, насколько вообще уровень загрязнения, то есть предположить уровень загрязнения. То есть для оценителей органического чая это один из способов выяснить, какие же плантации действительно органические, а не просто имеют органический сертификат или заявляют, что их чай чистый. Вы уже сейчас проводите исследования в определенных регионах, где сертифицированы органические чайные сады. И вот, собственно, где по факту такие сады находятся? Это какие страны и какие регионы? На данный момент у нас есть три участка экспериментальных. Один находится на севере Таиланда, в провинции Чангмай. И это дикие джунгли, откуда идет сбор чая. И два в Китае. Один в Янане на западе, в дали, где мы сейчас находимся. Это органический сад. И второй – это большая компания Уистар в Уишане, в Удзень. Так, отлично. Как, по твоему мнению, где еще в Китае сейчас можно рассчитывать найти органические и дикие плантации? Где доводилось, может быть, бывать? Мои исследования Юго-Восточной Азии на китайской стороне сконцентрированы в провинции Юньнань. И это наиболее перспективный регион не только в плане чая, но и в плане исследования биоразнообразия. Здесь природа наиболее сохранилась. До сих пор существуют какие-то нетронутые участки. Основной метод, который мы используем в исследованиях биоразнообразия – это ловушка Мальеза. Рене Мальез – шведский ученый, который придумал эту ловушку, сидя в горах в начале 20 века за 500 километров отсюда, на границе Китая и Бирмы. Итак, а почему чай? Я занимаюсь изучением биоразнообразия в Азии, в принципе, и интереснее изучать его в диких джунглях. Но я не могу быть везде одновременно. Я применил подход, который широко использовался мной и моими коллегами в Швеции и в других европейских странах. Простые люди, фермеры, жители города помогают в серьезных исследовательских проектах, в научных институтах. Приехав в Китай, погрузившись в чайную культуру, меня осенило. Среди органического чая, особенно чая из больших деревьев, всегда есть люди, фермеры. И зачастую это чай из леса, из джунглей, из больших деревьев, либо из органических садов, как этот или сад в Уишане. Я создал идею «Ти-фауна» – проекта по биоразнообразию вокруг видов чая. Друзья, сегодня мы с вами побывали в лаборатории, в офисе и на полях исследовательского института. Узнали много нового о биоразнообразии. Это у нас было продолжение темы научного подхода к чаю. Мы еще доберемся и до биологов, и до ботаников, и до других сфер. Потому что чай можно изучать с разных точек зрения. И главное, что сегодня мы получили представление о настоящих методах изучения чая, которые не связаны с чайным бизнесом и могут показать нам природность и чистоту чая таким, как он есть. И также я призываю всех беречь природу и пить хороший чистый чай.